Всех добрый день, приветствую всех на канале Бажанит и Омская область. Сегодня решил еще записать один ролик по поводу истории нашего села. Село официально зарегистрировано в архивах в 1764 году. С этих времен прошло много времени. Вот одна из достопримечательностей находится сейчас у меня за спиной. Сейчас я подойду поближе и покажу, что это такое. Это магазин Купца Новикова. Он даже в настоящее время функционирует. В советские времена он был тоже магазина, только принадлежал РТП. Сменилась советская власть, перешел в капитализм. Сейчас магазин находится в частных руках. Что интересно, в этом магазине я сейчас пройду и буду показывать. Магазин имеет полуподвальное помещение. Высокое крыльцо. Торговый зал находится на втором этаже. Вы скажете, а какого же времени он по стройке? Ну, довольно-таки сложно определить время, возраст его постройки. Но попробовать можно. Если подойти поближе, с этой стороны не видно, а с южной стороны можно обратить внимание, что магазин сделан, сложен из красного кирпича местного производства. Сейчас покажу, из какого кирпича. И сложен он не на цементе, а на известковом растворе. С этой стороны подкрашено, значит, заметно нет. Сейчас я покажу, из чего сделан этот магазин. С собой я привез кирпич. Магазин сделан из такого кирпича. И на нем инициалы его владельца, Александр Новиков. Этот кирпич я взял, когда была реконструкция вот этого кольца. Вся площадь, ну, тут не площадь, а площадка магазина сделана из такого кирпича. Когда была реконструкция, кольцо было совсем другое, а то сейчас современные хозяева реконструировали его. Я с их разрешения взял один кирпич. Вот сейчас он у меня хранится дома в качестве религии экспоната. Какого возраста, сказать сложно. Но при дальнейшей реконструкции этого магазина, то есть, значит, в полуподвальном помещении, меняли печное отопление, делали более современное, и разбирали дымоход. Вот с этого дымохода я достал вот такой кирпич. На нем тоже есть инициалы. ЕАП, ну, по слов местного старожилы, это Януар Прокопьев. И на нем есть дата, когда же был изготовлен этот кирпич. Ну, я так думаю, что магазин строился несколько лет, а дымоход уже изготавливали попозже. Ну, я так думаю, что магазин постройки рубежа 19-20 века. В документах сейчас сложно это найти, но является он памятником. Аналогичные кирпичи я, конечно, тоже находил. Тоже этого же бастя. Видно уже плохо, но посмотреть можно. Тоже ЕАП, 904 год. По составу кирпич, по составу кирпич совсем другой. Строение, само строение здания сделано из другого кирпича, из красного. И видно, что он раствор-то известняковый. Сейчас мужики заимки увидят меня, скажут, что надо весной ехать, точить лопаты и проходить по территории. Ну, ходить бесполезно. Уже все, что можно было найти, я уже сам нашел. Значит, в чем проблема? Что магазин до настоящего времени использовался по назначению. И во дворе этого магазина находился тарный склад. И, значит, в общем, куча металлолома, пробок. Все замусорено страшно. Ничего сделать невозможно. Мало того, что во дворе магазин топился углем. И уголь рассыпался, значит, в качестве подстилки. До культурного слоя добраться невозможно. Сразу передаю в Новосибирск форумчанам заимки. Артему привет. Ну, что интересно, спрашивайте, расскажу или покажу. У нас много достатков замечательств. Вот одна из них, вот этот магазин. Тут можно посмотреть, какие сделаны своеобразные ставни этого магазина. Высокие, ну, запоры, окна настоящие. Ничего не переделывалось. Внутри, конечно, реконструкция была сделана. А стены, окна, вся облицовка, все сохранилось до настоящего времени. Ну, ладно, пока. Сейчас камера, наверное, замерзла. Телефоном поближе кирпичи, чтобы было лучше видно. Вот с этого сделан магазин, а вот с этих вот кирпичей сделан дымоход. Вот тут даже, если можно посмотреть внимательно, кирпич достал из дымохода я. Здесь тоже видно инициалы и год. Продолжение следует...